Библейский портал экзегет.ру представляет 16 глава книги Иисуса Новина читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет мы в самой середине перечисления какому племени какая досталась территория поэтому глава с Кушнина зато 16 кратенько потомкам Иосифа по жребию достался на дел который начинается и Иордана Иерихонской реки восточнее Иерихонского источника смотрите после Иуда сразу идет Иосиф хотя они вроде бы не так чтобы обязательно соседи но просто два таких значимых племени и от Иосифа я напомню два племени Ефрема и Моносия Моносия половина племени уже имеет свою территорию к востоку от Иордана Итак от Иерихона граница идет по пустыне в горы к Бетелю от Бетеля к Лузу далее направляется в область Аркеев к Тароту затем идет на запад спускаясь к области Ефлетеев к области Нижнего Бетхорона к Гезеру и достигает море были выделены на дело потомкам Иосифа племена Моносия и Ефрема вот граница на дело который достался потомкам Ефрема родам племени Ефрема от отрода Дара на востоке граница идет к верхнему Бетхорону и достигает море северная граница Мехметат на востоке граница поворачивает к Таанатшилло проходит далее на восток к Янохи от Янохи спускается к Тароту и Нааре подходит к Иерихону и достигает Иордана от Топоха граница идет на запад по руслу Каны и достигает море это на дело родов племени Ефрема селения с хуторами вокруг них выделены из надела Моносии потомкам Ефрема племя Ефрема не отобрала Гэзеру Хананеев Хананеи живут на деле Ефрема и по сей день но несут трудовую повинность здесь отдельно упоминаются такие маленькие города или поселки где живут еще не израильские народы и соответственно вот не смогли отобрать да то есть книга Иисуса Новина дает сначала общую картину все завоевали потом маленькие исключения которые разбросаны то там то там ну вот про Ефрема все про Моносию будет в следующей главе